Ну, блин, чуть меньше сорока. Как? Ей кажется, это не сильно. Если я выгляжу чуть меньше сорока, это не сильное достижение. Ну, что тут такого? Просто я не жру всякую дрянь, не увлекаюсь всякой дрянью. У меня есть какие-то вредные моменты относительно. Но я достаточно стараюсь себя как-то поддерживать. Потом я общаюсь с молодыми, и мы разговариваем на языке, стараемся, потому что это сложно на языке молодых. И главное, ничему их не учить, не залечивать. Вот, потому что, когда ты учишь кого-то, ты становишься в позицию старшего. И ты стареешь. Не надо их учить. Нудным становишься. У нас в текстах у слог нет императива. Делай то, встань и борись, сделай громче, это пусть другие. Ну вот, у нас все в другом. Люди сами должны выбрать. Про производство пластины, по-моему, из-за первых альбомов. Про производство пластины? Блин, я забыл, как называется. Ты террорист или что-то закончился. Прекрасно. Спасибо. А что? Про террорист. Про пластид, я забыл, как называется. Пластид? Да. Ты террорист, письма? Да, потому что. Там нет призыва. Нет? Нету. У нас два призыва. Первый. Песня «Клон» «Будь с собой, не дай себе заснуть». Отличный призыв. А это значит «Будь с собой», это значит «Не слушай призывы». И вторые призывы «Это может, как хочет». Это призыв делать, что ты хочешь. А не то, что опять же таки в тебя кто-то залечил. Вот. Вот это для нас важно, чтобы наша публика, она вот была именно такой, чтобы она сама разбиралась со всем, что происходит вокруг нее. С людьми, с событиями, она сама решает. Вот это нам важно. Я просто между строк, может быть, мне показалось, но я между строк уловил в террористе что-то вроде «Красная Низия» такое «Я люблю свою страну, но не на южную государство». Нет, это более узкая, точнее нет, это совсем другая тема, не то, что более узкая, но буквально про терроризм. И это констатация факта какого-то, какая-то передача собственного взгляда на тему, ну вот, чем они живут, чем они руководствуются, потому что это здоровому мозгу не понять. Не то, что здоровому, другому, потому что, опять же, я сейчас пытался поставить их на какую-то другую, может быть, более низкую планку. Ну вот, просто люди живут в другом социуме и оперируют другими ценностями. Ну вот, к сожалению, это все не без артефактов. Про песни, про это никакого призыва. Призывы в питерском метро, ну, как бы, офигели от произошедшего. Ну, конечно, у меня даже стихотворение написано, короткое. А можешь, помнишь? Да, я просто слышу все. Сейчас попробую. Сейчас, секундочку. Да-да-да-да-да. Если я собьюсь, то вы все это вырежете. Я просто не помню одно слово. Оно ключевое. Как говорят в метро, сообщите машинисту о каких предметах? По крайней мере, в восходах. Безхозных? Нет. Безназорных? Безназорных. А потерянных? Потерянных. Дайте попробую. Да. Сообщите машинисту о потерянных предметах. Если видите канистру в углу вагона, где-то, или военная граната сверху, от потери стонет сердце, может быть, еще не поздно, сообщите, если пояс благоверного шахида был оставлен кем-то, то есть был забыт. Он часть прикида карнавального? Возможно. И шахид кусает губы. Без прикида очень сложно покорять ночные клубы. Машинисту сообщайте, а потерянных нет. Как-то там переделан было. Сообщайте машинисту. Это важно. Четвертое, последнее. Машинисту, да, да, окей. Просто я не помню, это так написалось. Машинисту сообщайте о потерянных предметах. Сами их не открывайте. Нехорошие предметы. Машинист он смел и четок. И будет столь небесен даже отнести в бюро находок. Ну, а те вернут пропашу. Уважаемый стиль в таком ироничном, но... Ладно, Игорь, больше не буду задерживать. Последний вопрос. Заключительный. Да, заключительный. Крайний, как говорится. Да, да, последний не будем задавать. Подождем. Абсолютно согласен. Последний... Блин, что за я петь последний? Крайний альбом был в 2016 году. До этого в 2013. Что ждать-то не ждать? Я вот жду. У нас немножко сейчас расслояние мозга на... Вот у нас снуки-сольники. Вот. Она совсем увлеклась прям своим проектом. Прям ух. В принципе, даже если бы это не сделал, я бы не катализировал бы модем свой. Вот. И... В общем, но мы просто сейчас у нас еще... Мы зацепились за то, что у нас был 10 лет альбома «Две войны». Потом день рождения 15 лет. И сейчас мы будем выпускать 9-и осенью. Потом 10 лет альбома «Тринити», что тоже очень важная пластинка. Может, важнее, чем «Две войны» даже. И мы всегда опять будем праздновать. Поэтому, наверное, первые какие-то... Мы сейчас думали какой-нибудь синглик сделать. Вот. Но первые какие-то вот точно, когда появятся, чтобы не врать, это, я думаю, что весной какой-нибудь синглик. И то только сингл. В общем, когда группа немножко набирает жир, она начинает делать все реже и реже. А мы, как сегодня выяснили, мы самые раскрученные из каких? Из недоделанных. Из недоделанных. Из забитых, затравленных альтернативных музыкантов. Блин, на концертах не забывайте только, опять же, что они всего 7 песен было, надо было выпить. Да, все люди во сне никогда не забывайте. Очень часто играли. Моя самая первая классная песня была. Да, но играли часто в туре, но я вначале подумал про одинокие люди. Когда уже песни переваливают за сотку по количеству, уже башка, конечно. Мы сейчас будем 29-го в Москве, у нас концерт по заявкам, изредка мы такое делаем. И народ там заявил, конечно, мы некоторые песни вспоминаем, а это мы с ID вспоминаем. Остальные-то в то время еще даже в группе не были. Поэтому там какая-то Real Time у нас есть песня. Там Теона еще тогда была. Теона пела, да. Мы просто уже знать не знаем, что это такое, забыли. И, в принципе, интересно вспоминать, поэтому... Не, ну люди во сне чисто для меня это как бы сакральное значение имеет. Я как раз Silent Hill тогда посмотрел. Да ты что! У меня в голове идея. Да ты что! И просто поделась, абсолютно. Это вообще про другое. Ну, а вот у меня вот так соотнестилось. Круто! Silent Hill! Silent Hill! А у меня такой юбалистический такой текст о снах, о каком-то вот таком. У меня даже перебивка в голове рождалась, такая вспышка, когда люди во сне, когда девочки таким тоненьким голосом, мама, папа нас не догонит... Да-да-да, да! А когда-то там! Тонет.